мешки мы продолжим ради тюр по названию холл окей давайте я отправлюсь тому там где у нас был ли дым странный так есть дым уже испарился до потешусь сделала а то слишком громко ветер херячет простой походу уже не залезть да ну ладно походу что-то по идее должен ветер немного утихать да ветер утихать потому что здесь горы черта ветер так этого не помню был я тут нет но звуки деревьев звуки деревьев всегда есть тени тени главный враг у нас здесь это тени да обычная тень которая может прятаться где угодно я нашел еще один кажется лахер да или нет есть три прохода ну два которые я точно не знаю я знаю что пойду сюда так лан ту тихо туда горит огонь здесь есть два варианта куда идти ну понятно что я выбрал правильный понизу это падение я просто лазер где-то в пещерах ты думаешь что имеешь значение что ты раскроешь всем правду можешь показывать пальцем на чудовище сначала посмотри в зеркало интересно к чему это было сказано я буду надеяться за мной ничего не погонятся никакая чертовщина так здесь присесть надо ну что я еще пришел в какое-то одно значимое место мне бесит эта тишина окей я прямо за тобой я прямо за тобой я прямо за тобой так север закрытый город томской области российской федерации расположены на 15 километров либо 9,3 миллионов северо-западом томск санна ладно лучше здесь то есть здесь вообще хуже увидишь находится к томске на правом берегу реки томи он находится под управлением федерального агентства по атомной энергии основан в 1949 году ранее назывался пятый почтовый статус города получил в 1956 году в нем работает несколько ядерных реакторов и химических заводов по расщеплению обогащения и переработки урана на плутоне штаб-квартира научо-исследовательского института приготовлены явлений РФ до 1991 года называли НИИЛ природные явления СССР деятельность НИИ или НИИ связана с исследовательским природными катаклизмами на территории России ой стойте точно я выехал сразу как только услышал о происшествии я был в том районе поэтому сам сообщил в институт чтобы дело передали мне приехал увяжай 19 февраля знак это было дневник у нас нету и все добро дневник тут же проход есть почему свет мигает почему свет мигает в институт в институт в институт в институт он типа боится света или мне наоборот нельзя светить я сейчас немного вот это вот не понял скорее всего мне нельзя на них светить хотя ну давайте окей не буду светить а так тени вообще нету странно а где тень а Ладно, я просто пойду Я же думаю, он лазить тут не может Ладно, я не могу Я не шарю. Боятся эти тени, не боятся эти тени. Очень долго не удавалось найти никаких следов. Цепочки следов появлялись и исчезали, будто кто-то со мной играл. Будто жертвы двигались. И когда я был уже почти уверен, что заметил что-то и найду что-то новое за следующим деревом, след внезапно оборвался. Я был совершенно сбит с толку. Наконец, я вышел на маленькую поляну. Там лежал переплетенный журнал, словно кто-то специально оставил его там. Журнал принадлежал членам экспедиции, которые записывали в него свои размышления и наблюдения. Примечания. Также в нем были неразборчивые записи. Возможно, их делали в темноте, учитывая ситуацию, в которой оказалась экспедиция. Может быть, они помогут разобраться в деле. Первая сноска. Прикладываю журнал к этому отчету. Вторая сноска. Нам нужно контролировать ход расследования и в определенный момент остановить распространение информации. Связанные с происшествием факты нельзя разглашать каким бы то ни было образом. Пока я не закрыл дневник. Да, я забыл сказать, что я продолжаю проходить холод, так как я Dark U прошел. Я уже и Place Dead прошел, то есть спокойная смерть. Ну, как-то так. Нахер. Нахер эту пещеру. Подождите, у меня же пещера добавилась. Да, вот записочка. Вот эта пещера. И сейчас мы, по идее, выйдем на уличку. Вон, вон она. Скорее всего, они света боятся. Интересно, видит ли он меня, когда я хожу? Ну, на Стелсе. Готово. Ух ты ж, ё-моё. Как подвисло. Так, а теперь по нигде я нахожусь. На самом деле, хорошо, что эти черти... Ну, давайте, ФПС упал. Хорошо, что эти черти... Гра сохранена. Так, всё. Два лагеря. Варикан. Я могу сейчас просто пойти прямо. Не лазят здесь и в лесах. Чё такое? Что с просадками? Ну, это на самом деле просто... Фу, блядь. Сюда залезть даже не могу. Ну, в принципе, да. Я не ходил ещё сюда. Стой, а тут тоже, да, проход есть? Я же понимаю. Это та же самая пещера или нет? Ну, это могло быть сейчас моя смерть, на самом деле. Давайте я сюда пройду. Ну, я не уверен. Я сюда пройду, но я не уверен, что мне сюда стоит идти. То, что, во-первых, я не знаю, куда я еду. Во-вторых, если я сдохну... Ну, блин, а здесь просто места все... Однотипные. Мне кажется, что я здесь уже был. Ну, ладно. Ой, боже мой. А, ГГ. Я в то же место вернулся, ё-моё. Так, кстати, я здесь был, да? Я сюда ещё не ходил. В принципе, если меня убьёт... Ого, а что-то за камень такой? Ну, знаешь, здесь, конечно, лабиринт, на самом деле. Куда-то еду, непонятно, какие-то пещеры. Кто-то может обвалиться. Мне предлагают сюда, да, пойти? Что-то и все. Бег, г-го-г-г-г-г-г-г. Беги. давайте заново так вот сюда да я шел я шел сюда там я чуть не упал потом я побежал сюда потом я побежал в пещеру ну давайте может я остановлю запись туда пройду сам хотя вдруг что новенькое будет вот именно и выпустите этот увлекательный геймплей единственный из минусов то что когда он начинает бешено делать одышку он ни хера не видит и он такой медленный что жопа так я просто иду туда где еще не был так здесь можно еще спрятаться окей затем с камнем можно спрятаться будет если вдруг что мне кажется они на свет как-то знаете падают эти монстры но я даже не знаю что это за монстры но это какие-то тени либо может так как какая-то раса которая боится света а а тогда да а а только такой есть так это очередные грибы здесь монстряк я не вижу теперь вопросы да здесь спускаться только сюда ну понятно, не проходы в общем, рыбать мы сидим в комнате номер 23 хотя слово сидим не очень подходит мы бегаем по комнате, пытаясь закончить сбор всего, что нам пригодится консервов, инструментов в общем, всего, что можем взять хотим быть уверены, что взяли все, что нам может понадобиться опаздываем черт, куда я положила свой ремень? мы точно что-то забыли почти готовы, потеряли нож пересчитываем деньги уходим, оставив комнату в полнейшем беспорядке итак, мы на вокзале поем все песни, которые знаем и еще новые сочиняем все так взволнованы наконец, около трех ночи мы легли спать интересно что нас ждет, когда мы туда доберемся? что мы увидим? как далеко дойдем? я слышу мирное дыхание остальных ребят на улице идет снег ну да вот так все и происходит да, тотемчик? все так происходит, что ты ни хера не знаешь и мы просто идем прямо в ожидании подожди, карта да, видите, я в пещерах просто нашел это пойди, я сейчас круг делаю и выход сюда делаю вот это радиус карты это, походу, где я могу лазить стой, что у меня карта в крови ааа, я ж нашел их на улице ну, типа, у них подобрал так, а теперь думать другой, другой вещи так, а где выход? ага ух ты ж, ё-моё показания охранника 72-летняя Анна Н спустя годы получила реш... так молчание решила сказать о событиях из своего прошлого ну, давайте здесь попытаюсь прочесть, ё-моё ай серьёзно? из своего прошлого она такая... так она так это объяснила я смертельно больна мне нечего терять я хочу, чтобы люди знали о тех преступлениях которые были сделаны во имя науки Анна Н описала место научного исследовательного центра где учёные по её словам ставили бесчисленные опыты над заключёнными была одна особая камера над ней давали к ней и близко подойти её сторожили солдаты хотя я видела как туда захотят люди но ты возвращался я обещала с... так с одним из них я спросил что они там делали и почему так мало оттуда возвращается он посмотрел на меня с испугом и сказал Анна ты когда-нибудь видел ничто? абсолютную пустоту без края я был там я стоял над бесконечностью вселенной на границе между реальной и нереально там бездна гигантский без... так... бездонный колодец тёмная пещера ада и почувствовал это это... так... сверлило мой череп как текающие часы как текающие часы она смотрела на меня снизу она подкрадывалась ко мне и медленно начала в меня входить пустота спустя какое-то время тот же заключённый попросил меня передать письмо в котором молил о помощи я должна была передать письмо прессе и предать огласке все происходящее но письмо исчезло до сих пор я не знаю что с ним случилось в любом случае они были наверное все отрицали наверное все отрицали мы попросили руководство тюрьмы в котором работала Анна Н прокомментировать это заявление Владимир Конский начальник тюрьмы категорически отрицал что такие события действовали имели место в кратком сообщении он сообщил что Анна Н была охранником но никогда не работала в вышепомянутом центре потому что такой объект просто не существует он отправил выписку из личного дела Анны Н в качестве доказательствам того что с 1940 по 1950 году она работала в Суханской Сухановской тюрьме также известной как спецобъект номер 110 ее уволили из этого учреждения из-за психического заболевания также были приложены копии ее медицинской карточки и медицинского заключения ясненько ну как вы видите ее психическое растворство не такое нереальное так и где эту я записочку нашел здесь как раз на выходе из горы слушать так я сейчас прыгнул сюда да а мог бы сюда еще пойти а вот эта тропинка где пойдем в леса я думаю нужно пойти в леса для этого мы сейчас сходим сохранимся стойте я заплутал немножечко заплутал где-то чертовый проход вот вот он а ни хера он даже ни хера не видит в это в это время нужно еще к огню подойти ну блин здесь попасться побольше будет почему я фиг ну где от этого здесь ветер посильнее потому что мы в горах ладно я короче думаю давайте наверное на этом моменте мы с вами закончим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комменти ошибся тихо комментировать можете но у нас еще есть время я что-то на часы не посмотрел на таймер все нормально все хорошо у нас еще есть время ну каких-то одна минута где-то ну ладно давайте еще похожу по брожу пройдем сюда это получается как раз вот этот вот проход а здесь мы пойдем сюда давайте по длинному пути сходим к реке мне кажется эти черти только в основном только будут в пещерах ну может у реки тоже там где-то в заморозках это игра просто ходи смотри все здесь ничего такого да враги есть миллиарды за наконец оценив ситуацию я понял у меня нет глаз хорошая история короче да я пришел как раз до этой развилки я слышу листочек листочек так аномалий не существует когда почти 20 лет назад я написал о стране аномалий происшедшей в моем городе так напоминаю я сообщил о пространственных искажениях между зданиями все подумали что я ненормальный с тех пор люди по всему миру стали свидетельствовать тысячи странных загадочных и необъяснимых событий и явлений многие из этих случаев были задокументированы и подкреплены вескими доказательствами к сожалению до сего дня ведущие ученые не хотят замечать или просто недооценивать проблему а мы узнали мнение доктора Джарстина можно удерживать Джарстина Нот Харсмай из Американского университета технологий и биологических наук аномалии возникают почти во все уголках мира и эти неоспоримые факты мы узнаем по меньшей мере о некоторых дюжины таких событий в России и США но также мы получили множество отчетов о странах необъяснимых а иногда и опасных феноменах власти должны перестать избегать этой проблемы потому что каждый год мы регистрируем увеличение количества так называемых аномалий я не знаю что происходит к их возникновению но они часто имеют трагические последствия кроме того тщетные попытки правильные некоторых стран скрыть эти события всегда все более жалкими в 1998 году Кремль официально отрицал что в 50 годах был основан специальный институт по исследованию природных явлений которые должны были решить проблему аномалии любых способов вот а теперь мы с вами здесь и остановимся ребята в этой пещере поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте как я уже говорил поэтому всем пока